Вот таким свой будущий дом школа кикбоксинга «Стик» получила осенью 2020-го. Это помещение ей предоставила мэрия после того, как спортивным секциям запретили заниматься в подвалах многоэтажек. Аренда безвозмездная – это плюс, ремонт за свой счет – это минус. Все, что можно, родители решили делать сами – ломали перегородки, вывозили мусор. А так помещение выглядит сейчас. Игорь сам – воспитанник школы кикбоксинга «Стик». Здесь на подхвате, помогает плотникам. Интересно, что потом будет, к чему это все приведет. Пока что процесс виден. И вообще всегда интересно как бы подноготную видеть. Последний этап масштабных работ – укладка деревянного покрытия. Пол выравнивает припад высоты, который в некоторых местах достигает 18 сантиметров. А вот это гидрошумоизоляция. Пол весит в идеальной ровне. Естественно, покрытие деревянное – это опять же особенности. Амортизирует и антитравма фактически. Главное – детский сустав. Преображение помещения с самого начала курируют депутат Госдумы Александр Прокопьев и президент Федерации кикбоксинга «Края» Вячеслав Перерядов. Они сами стали благотворителями этого проекта и привлекли к нему своих коллег и партнеров. Проект начинается и продолжается как добровольный. И он формировался и начинался вообще без бюджета. И вот сейчас он выходит на финишную прямую. И, конечно, в ходе его реализации возникало достаточное количество проблем. Но могу сказать, что ничего не делалось здесь в ущерб качеству. Все по самым высоким стандартам. У нас еще впереди фактически четыре объекта, которые мы хотели бы реализовать в подобном формате. Как я уже сказал, основа этого формата – это доступная спортивная среда. Как правило, эти объекты находятся внутри жилого массива. И это позволяет безопасно приходить на тренировку детям, не переходить дорогу. Мы планируем, чтобы свой спортивный дом обретут порядка тысячи детей. Радость, что у нас будет такой светлый зал, что мы не будем там в темноте и в подвалах находиться. А здесь в светлых, теплых, уютных, больших залах ребятишки занимаются. Что здесь есть возможность больше привлечь ребятишек. То есть там не 15-20 человек, а группа наполняемость, возможно, и 30 человек. Кстати, недавно школа выиграла краевую субсидию и сможет оплатить коммунальные платежи. Хорошее дополнение к безвозмездной аренде. Решенный жилищный вопрос наверняка скажется и на спортивном. Комфортный зал поможет полностью сконцентрироваться на результате. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.